В этом видео я хочу сделать обзор на пресс и установить вместе с вами кнопки альфа 12,5 мм. Для начала устанавливаем основную деталь. Она и шла в наборе с прессом. Ставим и закручиваем ключиком вот этот болтик. Для кнопок альфа я приобрела вот такую вот матрицу из четырех деталек. Вначале установим верхнюю часть с кнопочкой, ну с крышечкой вернее. Берем вот такую вот часть и вкручиваем ее в верхнюю часть пресса. Затем берем вот эту кнопочка, кстати, состоит тоже из четырех деталей. Вот видите, это верх кнопочки, вот такая вот крышечка, вот и это низ кнопочки. Начнем вот с этой верхней кнопочки с детальки, вот такой вот. Устанавливаем ее вот таким вот образом, вот, чтобы она защелкнулась в эту матрицу. Надо приловчиться. Вот видите, все, потом в нижнюю часть берем вот эту, вставляем вот такую вот деталь и ложим в нее вот эту шляпку. Вот таким вот образом. Теперь берем ткань. Показать, как я пробиваю дырочки для того, чтобы установить кнопочку. С прессом я купила вот такое вот приспособление, дырокол называется. Тут разные, можно пробивать разный диаметр дырочки. В данный случай мне нужна самая маленькая, это 2 мм. Беру я, делаю это таким образом. Нужно наметить, где у нас будет прокол, где будет кнопка устанавливаться. Обязательно продублировать ткань. Вдеваю я вот так вот, вот, и прижимаю до щелчка. Все, убираю. И вот у меня маленькая дырочка готова. Видите? Вот так вот аккуратно она проделалась. Давайте попробуем другой диаметр. Побольше. Переключать диаметр нужно вот таким вот способом. Оно туго, конечно, идет, но идет. Давайте сделаем 3,5 дырочку. Перевдеваю. И до щелчка. Все, до конца она не убирается. Ткань нужно потом руками немножечко так ее убрать. Вот такая вот дырочка. Смотрите, как аккуратно получается. Это облегчает труд. Но если у вас нет такого дырокола, вы забыли его купить или не хотите тратить на это деньги, то можно вырезать дырочку только не вот таким вот способом, не вот таким способом, как вы надрезаете, а лучше поступить вот так. Так, складываем ткань пополам. И еще раз, вот так, что у вас получился вот такой уголочек. Именно в том месте, где вам нужно поставить кнопку. И надрезаем вот так вот маленький уголочек, отрезаем. Все. Вот, вы проделали ровную дырочку. Чем меньше уголочек вы захватите, тем меньше у вас дырочка получится. Так получается более аккуратно, и вы наверняка не прорежете лишнего. Но дырокол этот очень удобный, очень. Особенно при установке люверсов. Потом в дальнейшем я хочу к своему прессу все-таки купить матрицы для люверсов, для обтяжки пуговиц. И будем тестировать его и проверять все, что он может делать. Но пока только кнопочки. Вот видите, это дырочка. И я ее вот так вот надеваю на кнопочку. Ткань предварительно нужно продублировать, чтобы кнопка не вылетала и держалась хорошо. Вот, все. Теперь берем и нажимаем на пресс хорошенечко. Все. Верхняя часть кнопочки у меня установлена. Приступаем к второй части кнопки. Откручиваем эту матрицу. Вкручиваем вот такую вторую часть. В нее вставляем вот эту часть кнопочки. Так вот нужно ровненько ее установить, чтобы она не криво была, ровненько там. Затем вставляем вот такую вот часть, с такой длинненькой штучкой. На нее ложим нижнюю часть кнопочки. Вот так вот ложим нашу ткань. И прижимаем пресс. Хорошенечко. Все. Вот такая вот кнопочка у нас установилась. Все очень крепко держится. Посмотрите поближе. Видите. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...